Давайте еще один вопрос задам. Очень часто, когда люди обсуждают, там может быть нет крутых специалистов, но вот какое-то такое поверхностное обсуждение эмиграции, а как остаться, и говорят, надо вот главное доехать до Америки, а там уже легализоваться через адвоката. Совет такой, причем он невероятно частый, и вот то есть адвокату приписывается какая-то такая магическая способность легализовать человека, который уже добрался до Америки. Вот что-то, может, вы как-то прокомментируете. Насколько магического много в адвокате? Я считаю, что в адвокате очень много магического, и это тоже любимая часть моей работы. Именно, как я говорила в предыдущем с вами интервью, своего рода такой иммиграционный диагноз. То есть я очень люблю его ставить, вот, потому что мне реально нравится помогать людям, и узнав побольше о человеке, о их жизни, о их планах. Мой опыт многолетний позволяет мне возможность правильно выбрать путь иммиграционный, который будет самый эффективный, самый быстрый, самый бюджетный для этого человека. Поэтому я считаю, что очень важно вовремя и заранее проконсультироваться с адвокатом. Некоторые люди решают потом сами что-то делать, не возвращаются к адвокату по разным причинам. Кто-то, может быть, уже заранее все сам спланировал, у кого-то нет финансов для этого. Очень часто это люди, которые уже образованные, грамотные, много начитались и решают попробовать сами. Если все получается хорошо, если не получается, то очень дорого потом стоит все исправлять. Но люди имеют выбор, что им делать, оставаться с адвокатом или самому что-то делать. Но я считаю, что это очень важно. Например, если вы приходите к финансовому специалисту, очень важно все спланировать правильно, например, если вы хотите инвестировать деньги, скажем, в финансовое портфолио создавать, бизнес открывать. То есть дешевле все же проконсультироваться в начале процесса, чем решать проблемы по мере их поступления. Ну вот, тем не менее, существует тоже очень массовое такое поверье, что я подам сам, проскочу, значит проскочу. А нет, ну тогда уже возьму адвокат. То есть вот то, что вы сейчас сказали, говорит о том, что ты, конечно, возьмешь адвоката, но будет намного дороже, тебе это все стоит, поскольку исправлять сложнее, чем сразу делать правильно. Да, но не потому, что адвокат наказывает клиента за то, что он сразу не обратился не поэтому, а потому, что если начинать все с адвокатом с самого начала, то адвокат имеет полностью информацию о том, что проходило во время всего процесса, что клиент говорил, что его спрашивали, как все дело строилось. Поэтому, если вдруг что-то не получается и нужна апелляция, то гораздо дешевле помочь человеку подать на апелляцию, чем пытаться узнать у клиента, который не помнит, что он говорил, что писал, где бумаги, которые он заполнял. То есть создавать, то есть получить сведения с собеседования практически невозможно, в редких случаях только. Поэтому дешевле и проще все же иметь эту информацию с самого начала. Дешевле в смысле расходов времени? Дешевле и времени, и финансов. Все-таки, если человек хочет быть уверен, что все получится хорошо, то лучше доверить специалисту, чтобы его за руку провели через весь процесс. Давайте, может быть, такой вопрос. Когда человек попадает на собеседование, вот, поначалу к эмиграционному офицеру, да? И, казалось бы, вот он, вот прямо сейчас можно, а сейчас раз и все. Чтобы потом уже по судам не ходить и так далее. Что обычно люди делают не так? Я не говорю о ситуации, когда неубедительный, какой-то кейс неубедительный и так далее. А вот в ситуации, когда поведение человека, вот то, что он делал и то, как он это делал, негативно влияет на принятие решения эмиграционным офицерам. Вот какие типичные такие ошибки? Ошибки, да. Что люди делают такого? Во время собеседования есть две вещи, которые должны присутствовать. Первое – офицер должен поверить, что человек говорит правду. Естественно, важно не только, что человек говорит, но как он это говорит. То есть офицер миграционный, который проводит собеседование, имеет закалку психологическую. И он смотрит на поведение человека, на его взгляд, на весь его body language. То есть на все его тело, как он себя ведет и как он говорит. А второе – это сила самого дела, самой ситуации. То есть насколько все было плохо, чтобы поверил офицер, что человека реально преследовали, а не просто какие-то там неприятные моменты в жизни произошли. Поэтому очень важно все же вести себя так, чтобы человек поверил, что ты искренне рассказываешь все и что ты искренне боишься вернуться обратно. То есть искренность и более такое естественное поведение очень важны. Человек может волноваться, естественно, он будет волноваться. Ну, если он волнуется, например, он может совершенно естественным образом немножко путаться в показаниях, ну просто от волнения. Правильно. Немножко путаться. Иногда люди путаются. Я иногда даже сама удивляюсь, что человек сделал очень много ошибок, а в итоге ему дают статус. А есть люди, которые абсолютно все заучили, выучили, и ни единой ошибки не сделали, и вроде как сильное у них дело, а им отказали. Разведшкола. Да. То есть еще должен присутствовать какой-то элемент просто вот удачи, какой-то вот лак такой должен быть. Но это не то, что человек может, допустим, спланировать или как-то, ну, планомерно в себе развить, как бы, да? Получается, что вот артистические способности или вот какие-то… А есть люди просто недушевные. Вот он такой вот чип-панчик замкнутый, бывает нелюдимый, бывает он, такое слово из него не вытянешь даже в комфортной обстановке. Правильно. Но человек смотрит в основном, опять же, не что он говорит, а как он говорит на его взгляд, на его общение с офицером, потому что это не считается допросом, это считается такой беседой. И человек должен сам верить в то, что он говорит. И он должен создавать такую ауру вокруг себя. То есть он должен сам верить в то, что он говорит, и он должен стремиться убедить офицера в том, что он говорит правду и вот что эти вещи очень важны для него. То есть он не должен вести себя равнодушно. Не у всех должна быть одинаковая мимика или одинаковый там тон голоса. Но человек, когда рассказывает о себе, о своей жизни… Вот мы же тоже, когда с людьми разговариваем, просто разговариваем, мы чувствуем, насколько они искренне вот что-то нам хотят рассказать или о себе, или даже просто вот поделиться там фильмом, который они посмотрели, или там книжкой, которую они прочитали. То есть мы иногда проникаемся к людям и вот реально верим, что они нам говорят правду. Или даже когда мы просто смотрим фильм. Почему некоторые фильмы выигрывают призы? Потому что мы смотрим фильм, мы начинаем плакать и начинаем смеяться, и мы реально чувствуем, как будто бы это происходит сейчас. Точно так же человек должен повести себя на собеседование. И часть моей работы заключается в том, чтобы историю, которая у человека есть, в его жизни, помочь им преподнести свою собственную историю в таком свете, чтобы им поверили, что эта история с ними произошла. Потому что есть люди, с которыми реально вещи произошли, но они не умеют это рассказать правильно. Я не говорю о ошибках. Когда человек нервничает, он может ошибаться, спотыкаться, но ему дают возможность исправить эти ошибки. И даже с ошибками люди получают статус, причем с первого раза его получают. Хорошо, я на самом деле имел в виду, может быть, какой аспект. Вот есть люди, которые приходят к тебе за советом. Ну, в вашем случае, как правильно мою историю подать? Что в ней важно, что не важно? Может быть, что-то вообще надо убрать, а что-то, наоборот, подробнее. Вот как подать? И вы ему говорите, делай вот так. Или он говорит, а вот мне, например, кажется, что если вот я вот об этом расскажу вот тут, вот как меня там, как меня на собрании, как меня там, это самое... И вы говорите, да нет, это не так важно, это мало интересного. А вот это тоже тебе... И даже он идет вот к офицеру, и уже наконец-то он видит человека, который, может быть, его поймет, что вот он хотел, и начинает ему там рассказывать чего-то, чего там на десятом месте по важности. Вот он, грубо говоря, он плохой ведомый, вот так скажем. Да, точно, он забывает все, что ему говорили, и делает свое. Ну вот он неведомый, он сам по себе. Вот он говорит, веди меня, но неведомый. Вот так бывает? Бывает. И очень часто это потом плохо заканчивается. Но люди очень часто непредсказуемы, во-первых. Во-вторых, когда они волнуются, они иногда начинают говорить вещи, которые не нужно было говорить, просто под напряжением, под стрессом. Но я обычно неоднократно с людьми репетирую до того, как мы идем на собеседование. Плюс я сопровождаю их на собеседование, чтобы они чувствовали себя спокойно. И мы по несколько раз репетируем заранее, чтобы человек понимал, что от него ожидают, и что он будет спрашивать, и какие вещи помогают его ситуации, и какие вещи мешают. Поэтому это имеет какую-то ценность. Поэтому за это люди платят деньги, даже те, которые абсолютно все могут сделать сами. То есть, так как я уже через это прошла какое-то количество сотен раз успешно, то я могу быть уверена в том, что я понимаю по истории, которая у человека есть, по его характеру, по его манерам, что и как его могут спросить, и где у него могут быть какие-то ошибки, и как их исправлять. Я слышал такую историю, что есть статистика на этих офицеров. Сколько у них успешных кейсов, неуспешных. То есть, когда вам говорят, что вы назначаетесь на такое-то время к офисеру такому-то. Нам не говорят заранее к какому теперь. А, то было время, говорили. Было время, что мы номер офицера знали, но не для беженства, а для грин-карт или для гражданства. И мы могли вспомнить, кто под этим номером идет. А сейчас назначают время, и офицера могут поменять даже в день собеседования. То есть, мы не знаем, к кому попадет. Понял, понял. Естественно, когда мы видим офицера, мы, в принципе, знаем уже, как себя вести с этим офицером. Но когда интервью на статус беженца, ответ только через две недели. И офицер не показывает никакого виду, и шансов, что дадут человеку ответ в тот же день, не существует. Потому что процесс для всех одинаковый.